Мы собрались для того, чтобы послушать о том, что такое смысл творчества, и как психологи понимают творчество для того, как они думают о том, зачем вообще люди творят, что-то делают, что-то происходит в их жизни. И почему я решил об этом рассказать? Во-первых, мы находимся в гостином дворе, в котором есть такое сочетание столкновения творчества и бизнеса, и эти люди не понимают друг друга, и я бы хотел все-таки объяснить часть того, зачем люди занимаются творчеством, почему это важно вообще для людей. А второе, мне всегда было интересно, мне самого очень сильно мучила такая проблема, почему часть людей очень хотят что-то делать новое, совершенно создавать, а часть людей совершенно вообще ничего не создают, им очень скучно жить, и я стал задавать этот вопрос. И так получилось, что вот, поскольку у меня первое образование математика, которое близко к поэзии, второе образование психологии, я занимаюсь вообще творчеством, фильмами, кино, то, собственно, я решил соединить, я решил с помощью психологии, которую я учил, найти ответы, что же такое творчество, зачем оно надо, и как оно происходит. Потому что есть две очень простые культуры, в которые творческие люди как-то никак не относятся. Одна культура восточная, другая западная. И в культуре, которая западная, американская, там очень принято, что мы удовлетворяем свои нужды, то есть мы занимаемся чем-то за деньги, и обязательно работаем, работаем, употребляем, употребляем. И, собственно, культура в том, что есть американская мечта – больше употреблять. И вот это такие люди. Но почему-то творческие люди туда не относятся? Обычно даже есть такая прекрасная фраза, что художник должен быть голодным, если вы ее услышали, вы уже услышали эту фразу. И она как-то объясняет, что творческие люди обычно не за деньги, то есть за деньги плохо получается, а вот без денег – хорошо. А вторая культура, которая существует – это культура восточная, это культура ради идеи, ради какого-то высшего смысла. Почему он называется творчеством? Потому что конечный результат обычно является качественно новым, то есть уникальным каким-то произведением. Такого раньше не было, и вот оно является новым. Оно может являться субъективно новым, это такое субъективное творчество, когда я делаю что-то, что для меня вот абсолютно новое, я еще такого никогда не делаю, в какую-то новую территорию зашел, а потом я построил вокруг, и, оказывается, уже это люди делали. А есть еще объективное творчество. Это когда я что-то создал, и все построили и сказали, это круто, чувак, ну такого больше нету. И признали, например, или не признали. То есть тут вот с творчеством, с продуктами, творчеством очень большая проблема в том, что они могут быть признаны, может быть не признаны, а может быть признаны через сотню лет, или через тысячу или вообще. Вот TED.com – это Technology Education Design. И там выкладываются уже много лет лекции. И есть одна из лекций, даже, наверное, две лекции о творчестве. Одна вообще бешеная, абсолютно популярная, но к нам не имеет отношения. Это Кена Робинсон рассказывает, почему вообще школа убивает творчество. А вторая лекция, которая больше четырех миллионов просмотров, там женщина, она вот рассказывает о своих переживаниях творческих. И вот это вот четко, точно показано, насколько творческий человек переживает. Женщину зовут Элизабет Гилберт. Элизабет Гилберт. Вы можете ее посмотреть, TED, если вы ее видели. О чем она рассказывает? Она скажет, что она написала книжку. Книжку она написала, и книжка вдруг стала бешено популярной. Она не ожидала абсолютно. И теперь, когда она пишет следующую книжку, ее постоянно мучает такая штука в фоне, что я больше не напишу лучше этой книжки. То есть, что, теперь в меня брусь, а то меня апплюют. Ну вот такое. И она начала искать ответ, что же такое творчество для себя, как с этим что делать. И она нашла такой хороший ответ, как вот она пошла в саму античность. И в античности творчество объяснялось с помощью разных существ, которые прорили через человека. Вот вы знаете, их музами называли, джиннами, как угодно их называли. То есть, предполагалось как? Как было объяснение творческого человека? Человек сидит себе, к нему пришла, например, муза или какой-то герман, или вот это существо, и, собственно, его рукой написала поэму. И человек не имеет никакого отношения к этому, а какая-то некая верхняя сущность. А потом вот, когда стали развиваться наука и так далее, то, собственно, мы перешли к объяснению, что есть герны, что у нас есть таланты, таланты развиваются, и, собственно, творческие личности как-то запрограммированы. Но вот эта женщина, она все-таки для себя определила, что вот, что если она не может написать, это не ее работа. То есть, есть некое существо, и это работа пополам с существом с этим. И если вот, она выполняет свою работу, она стоит за компьютером и печатает. И существо тоже в ее понимании должно выполнять свою работу и вселяться как бы в нее, и вести ее через это творчество, и выражать некую сущность через нее. Вот. И я посмотрел эту лекцию достаточно давно, и она меня, во-первых, поразила. То есть, эта лекция меня действительно очень поразила. И это было какое-то вот такое сильное открытие, что творчество можно объяснить как что-то, чем ты являешься проводником. Вот оно входит в тебя и выходит в мир. А потом стали появляться другие объяснения. В психологии оно где-то точно так же шло. То есть, все началось лет так сто с чем-то назад с Фрейда. Фрейд был такой, как папа психологии. То есть, тот человек, который заложил основы психологии. И если вы знаете, а вы явно знаете Фрейда, его теорию о том, что он сказал, что внутри человека есть бессознательное. Некое большее, что больше человека. И это бессознательное никак не подчиняется вот человеку. Оно, наоборот, хочет выйти. И этот бессознатель двигается некой очень сильной силой, которую он назвал либидо. И в основном либидо, конечно, это сексуальная энергия. То есть, есть очень много тактований Фрейда, которые я находил, абсолютно прекрасных, которые чуть-чуть дальше от сексуальных. Ну, собственно, как сказал Фрейд про творчество. Он сказал, что творчество – это десексуализация этой самой энергии. То есть, есть такой процесс, как сублимация. Вот его основная идея была, что творческие люди занимаются сублимацией. То есть, они берут свою энергию сексуальную и просто переводят в социально приемную какую-то форму. И вот становится это быть творческое. Еще одно, что, когда я посчитал у Фрейда, что меня лично очень зацепило, что творческие люди по Фрейду не являются нормальными. То есть, для него вот есть как бы сон, это выражение бессознательное, есть творческий процесс, который близок к сну, тоже выражение бессознательное. И творческие люди, которые выражают свое бессознательное, они ближе к патологии, чем к норме. И вот мне как-то с этой идеей пришлось жить. С тем, что, собственно, то, что я творил, это выход моей сексуальной энергии, но я как-то в себе не чувствовал такого переживания, что на самом деле это так происходит. И я пришел дальше к следующей энергии, вот энергии я сказал, к следующей идее, которая как раз была про энергию. То есть, если мы говорим, что Фрейд начал снизу, то есть он от каких-то импульсов снизу, то прекрасный человек, который создал коллективное бессознательное, именно, это Юнг. Он просто сказал, что есть по-другому, то есть тоже есть что-то, что у нас вселяется и нами управляет, но вселяется сверху. Это такое коллективное бессознательное. Он сказал, что есть очень много тактований, ну, одно из которых мне нравится, это память вообще всего. Вот все, что существовало на Земле, есть общая память, не обязательно людей. И она хранится в этом самом коллективном бессознательном виде архетипов. И он еще сказал, что я не могу говорить про творчество как про сущность, ну, творчество, я не буду объяснять, не хочу, но я могу сказать про образы, про создание образов. То есть, когда человек подключается к этому архетипу, например, архетип матери или еще чего-то, то через этот архетип он выдает в мир некое творческое осмысление этого архетипа. И, собственно, его идея была тоже, что нами, когда мы делаем творчество, что-то управляет, но управляет сверху. Мы подключаемся к архетипу и его вот передаем. Это была вот такая идея. Вторая. Это все была глубинная психология сто лет назад. Они там очень интересно жили, они ходили, встречались, рюгались. И у них появился такой человек, как Адлер, Адфет Адлер. Это первый человек, который сказал, что нет, что вы такое говорите. Что человек может менять свою судьбу. Что человеку не обязательно управлять, что у человека есть творческое начало. Правда, при этом он уже придумал комплекс неполноценности. И его основная идея была в том, что мы все, что мы делаем, делаем из-за того, что у нас была какая-то неполноценность, какое-то переживание, например, в детстве. Мы были маленькие, мы были беззащитные. И у нас появился вот этот комплекс, и теперь мы его выражаем. И опять же, я подумал, как с этим жить, что с этим делать. И что было? Я понял, что у некоторых людей действительно есть. То есть есть люди, которыми что-то произошло, какая-то, например, травма, и они восприняли это не как личную травму, а как несправедливость с обществом. Вот это неправильно в обществе. И они создали это своей целью и начали это выражать во всем своем, и показывать другим людям, что эта несправедливость действительно существует. Она действительно есть, и действительно с ней что-то надо делать, и так менять. То есть объяснение мне показалось очень хорошим, но не всемобъемлющим. Это была все глубинная психология, это такая первая сила. А психология содержится на трех силах. Это на глубинной, на бихеверализме и на гуманистической школе, к которой мы потом перейдем. Бихеверализм – это очень просто. Вот они вообще не стали объяснять творчество. Они сказали, что люди – это как бы те же самые животные, мы можем с ними с помощью стимула реакции, как собачка Павлова, сделать все, что угодно. И творчество они никак не объясняли. Там, конечно, сейчас есть такие развёрнутые теории бихеверализма, которые действительно могут объяснить творчество, но нам это не сильно сейчас поможет. Вот. И поэтому перейдем к самой прекрасной школе, которая есть в психологии – это гуманистическая школа. Они тоже появились вот так же, где бихеверализм идёт 50-60 назад. И они впервые сказали, что на самом деле нет вот такого проблемы, что на самом деле человек творческий по своей природе, то есть именно потому, что мы люди, мы творим. Они что-то нас заставляют. Потом приходит общество к нам и помогает нам быть нет в вашей церкви. В гуманистической школе в основном это Масло и Рюджис. Масло вы точно слышали, он «Пирамиду потребностей» придумал. А Рюджис – это был вот очень крутой такой человек, который создал терапию личности. Вот. И он как раз сказал, что творческие люди – те люди, которые двигают общество. То есть они помогают обществу двигаться вперёд. И при этом общество их не очень любит, не очень вот как-то чтит. И наоборот, в обществе созданы такие условия существования, вот как в этой самой пирамиде, там есть две нижние ступеньки. Ступенька, ну они называются «потребности дефицитные». То есть ступенька еды, ступенька секса, теплоты и всего такого. А есть следующая ступенька – безопасность, предсказуемость. И Масло пишет, что очень многие люди там и остаются. То есть они никак не выходят за уровень этого. То есть они пришли в общество, они начали как-то удовлетворять свои потребности, жить, и там и остались. Они не могут перейти на следующие потребности, которые у них точно есть. Их это может мучить очень сильно. То есть они чувствуют, что вот там есть высшие потребности уважения, признания, потребность любви и причастности к людям, и потребность самоактуализации. То есть выразить полностью всё, что в тебе есть. То есть эти идеи мне куда больше понравились, чем те, что были раньше. Но потом я посмотрел вот один курс лекций дальше. Есть единственный курс лекций по психологии, который стоит посмотреть. Я вам советую его посмотреть. Я его выложил на XUA. Это запись с Гарварда. То есть есть такой университет Гарвард. Там есть такой человек, как Тал Бен Шавард. И он сделал лекции о позитивной психологии. То есть он собрал все достижения за последние 20 лет, которые можно назвать позитивной психологией. Есть некое различие. Вот психология, которая была раньше, от позитивной. Психология, которая раньше занималась больными людьми, и, собственно, там была модель болезни. Потому что говорили, что, собственно, к нам приходит человек, и мы его должны лечить, чинить, что-то с ним делать. Позитивная психология наоборот. Она говорит, что люди хорошие, классные, здоровые, и к нам приходит человек, и мы должны его сделать еще лучше, еще красивее, еще здоровее. И мы сфокусируемся только на самом лучшем. Есть идея потока. Это центральная, основная идея, про которую я хочу рассказать. Ее придумал Чиксент Михай. Если захочет запомнить, можно надолго это запомнить. Что он сказал? Он сказал, что люди занимаются творчеством, потому что они чувствуют поток. И осталось понять, что же он имел в виду под этим самым потоком. Он сказал, что если есть некое переживание во время творчества, которое в конечном итоге приводит к удовлетворению, скорее всего. Когда поток, например, заканчивается, человек понимает, что он был удовлетворен, что он был счастлив. Это одна из частей, которая в его исследовании характеризовала счастливых людей. Она характеризовала очень многих людей. То есть он спрашивал и людей на работе, и везде. Но больше всего она была у творческих людей. А творчество бывает научное, техническое и художественное. Вот он спрашивал, например, музыкантов. И они говорили, что вот когда мы начинаем, например, делать музыку, начинаем что-то создавать, мы входим в такое состояние, что нас начинают нести. И мы начинаем ощущать, что… Вот как те люди, которые говорили в древности, что через нас что-то выражается. Вот тут здесь в идее потока мы отбросили, что что-то выражается, но стали это состояние, ощущение легкости, реакции вот этого бытия. И потом, когда человек выходит, он понимает, что как это было прекрасно. А иногда вот в этом потоке происходит изменение резкое, такое пиковое переживание, которое меняет человека. И это очень легко объяснить, если вот вы были хоть раз в театре, а вы были в театре, я думаю, там есть люди, которые создают спектакль. И они так создают спектакль, чтобы вовлекали зрителей, зрители попадали в пассивный поток, а они попадали в активный поток. И поток нарастает, несёт, несёт, и происходит кульминация, какое-то изменение. И с некоторыми зрителями может произойти то, что раньше называли катарсис – это пиковое переживание, которое меняет их жизнь к лучшему. И вот в этой самой лекции там была же такая же идея, что пиковое переживание – противоположное травме. То есть если вот были люди, у которых была травма, у них осталось посттравматическое устройство. Это очень… В Америке было очень круто видно, когда закончилась война во Вьетнаме, пришли даты, а они там во Вьетнаме воевали, то есть они убивали друг друга прям голыми руками. И они пришли полностью разрушенной психикой. И сколько их не лечили, они всё равно по ночам просыпались, иногда слышали шорохи. И в позитивной психологии нашли противоположную идею, что если человек пережил какое-то очень высокое пиковое переживание, иногда вот его там называют религиозно. То есть если этот человек, например, религией занимается, он может сказать, что «я пережил Бога». И это его может изменить и остаться на всю жизнь. Ну это вот очень высокое пиковое переживание, но мы можем вернуться к идее потока. То есть творчество происходит, потому что человек попадает в поток. А поток является самодостаточным. То есть поток, он сам в себе и сам хорош по себе. А значит творчество происходит ради самого творчества, ради процесса. И осталось в конечном итоге понять, что такое поток и как туда люди попадают. И они достаточно долго исследовали это всё, чтобы найти критерии потока. И первое, до чего они дошли, они нашли 7 критериев потока. 7 условий, при которых человек попадает в поток. Первое – это у человека есть чёткая цель. Цель – правило описания того, что он делает. Я буду, например, конкретно говорить, что человек рисует с натурой. Если человек рисует с натурой, у него конкретная цель – нарисовать то, что он видит перед собой. У него есть конкретная обратная связь. То есть он понимает, что он поставил стрешочек – совпало. Не совпало – стёр. То есть он на каждом шаге понимает, что происходит. И тогда он может погрузиться в эту деятельность. Второе, что должно произойти – он должен полностью серьёзно принять эту цель как свою. То есть творческих людей от нетворческих отличает то, что они могут либо сами себе ставить изнутри цели. И никто не заставляет нарисовать, например, эту картину. Обычно сначала, конечно, наставляют, но потом не заставляют. Либо сделать чужую цель своей. Это самое интересное, что может произойти. То есть человеку сказали «напиши за деньги». И он не просто написал что-то за деньги, какое-то произведение отписался, а он действительно создал шедевр. То есть он понял, что я хочу действительно что-то создать. И вот третий критерий после того, как человек выбрал, что он хочет сделать, отнёсся к этому как к своему, к своей цели, к очень серьёзному. То есть он вошёл в такое закрытое пространство, в котором ничего больше не важно. Важно только вот это действие, только этот его творческий процесс, только это создание. И вот с того, как он там оказался, он начинает понимать, что его закрывает в этом всё, что мир разодвигается, а его сознание расширяется. И вот эта вот тоже часть расширения сознания до самой деятельности является очень уже первым хорошим переживанием, которое есть. То есть когда человек находится в потоке, он сливается с деятельностью. Человек, когда рисует, когда играет музыку, когда танцует, он как бы не… он исчезает сам по себе, исчезает я человека. Появляется вот процесс, по которому он просто в нём существует. И вот это вот… это единение, оно является очень хорошим переживанием единения. И следующее — это переживание чувства полного контроля, которого вот в хаотическом мире не хватает. А когда ты занимаешься творчеством, ты чувствуешь, что у тебя всё под контролем. Ты как бы… ты делаешь, и ты вот можешь всё контролировать, и ты как бы… ну это, конечно, может быть ложное чувство, но в потоке оно есть. То есть человек, когда создаёт, рисует картину, он понимает, что вот он рисует, и он полностью властен в этой своей маленькой реальности, которую он создал. как люди оказываются в потоке. Люди оказываются в потоке, только если они тратят себя. То есть если человек хоть чуть-чуть начинает давать себе какое-то попущение, то есть он делает что-то в полсилы, он выпадает из потока. То есть он должен всё время находиться в неком балансе. Вот если взять здесь навыки, то есть вот умения, я умею делать, и сложность того, что я делаю, то если оно становится слишком сложным, то я начинаю бояться. То есть если у меня жизнь сложная, если мне сразу сказали, нарисуй монолизу, а я даже не держал никакой карандаш, понятно, что я не нарисую её, никак не попаду в поток, потому что задание выше меня. А с другой стороны, если мне скажут, нарисуй 15 линий, которые я могу нарисовать, то это задание очень скучное, и поэтому я опять же не попадаю в поток. То есть если некие люди поставили цель, посчитали её важной, включились в эту деятельность так, что исчез весь остальной мир, и начали делать на полной отдаче. И как только они начали делать на полной отдаче, они слились со своей деятельностью, попали в этот самый поток, посвали чувство контроля, и исчезло чувство времени. Почему, кстати, для меня это оказалось очень необычным открытием? Потому что это как все переживают, но никто это не замечает, потому что оно смывается из-за чувства времени. Я потом стал замечать, что вот когда я действительно что-то делаю, например, когда я сейчас рассказываю, тоже у меня… я нахожусь в потоке, и я не сильно задумываюсь до какого-то момента, что происходит. И точно так же, когда я пишу сценарий, например, я сажусь и пишу его, если правильно подготовиться. Вот. А после этого, когда я заканчиваю, например, сценарий писать, я чувствую очень… с одной стороны облегчение, чтобы все-таки все закончилось, а с другой стороны большой радость, что у меня это получилось, что вот я достиг нового, и для меня это творческий результат. Здесь смысл именно потока и всего, что люди, оказываясь в абсолютно ненормальных условиях, обретали контролем. Они как бы контролем, хотя ими там всеми помыкались, у них появлялось чувство контроля, чувство этого самого потока, чувство жизни и чувство радости и переживания от того, что с ними происходит. То есть они наполняли свою жизнь вот этим переживанием, и их жизнь становилась не такой вот несчастной. И человек творческий, насколько он может превратить все, что плохое с ним происходит, из ужаса в что-то хорошее. То есть найти, как поставить себе цель, как взять контроль, как это все сделать, как войти в поток, как сотворить на основе того, что новое, качественно новое или некачественно новое. Вот. И это последняя идея, до которой я дошел. Здесь книжка на кубе, куб.ру, через два О пишется, там самая толстая, например. И в этой книжке очень много хороших идей, если вы ее почитаете, будет очень прекрасно, можете это применить. О чем мы тут рассказывали? Мы рассказывали о том, что у нас была идея, как сначала люди безответственно полагали, что творчество – это что-то, что через них проходит, потом они все-таки стали считать, что творчество – это то, что делаю я. и в психологии тоже изначально было, что творчество – это какие-то выражения неизвестно чего через меня, архетипов, инстинктов, либо потом сказать, что это все-таки я и творческое начало, и в конечном итоге все-таки нашли некие критерии того состояния, которое сопутствует творческому погружению, и вот появилось некое объяснение. Возможно, дальше будет еще лучше объяснение, но это объяснение меня устраивает, радует и делает мою жизнь еще полнее и лучше. Вопрос о том, что мы начинали рекцию с гостиного дворя, в том, что мы находимся в гостином дворе, и в том, что есть непонимание между людьми бизнеса и людьми творчества. Я здесь так посмотрел, и понял, что есть очень простая классификация, и она показывает, на что направлены люди. Они направлены, например, на себя, на я, направлены на других людей, либо направлены на дело-процессов. И творческие люди – они направлены на процесс. То есть им важно все-таки делать это свое дело, и не сильно важно, какой будет результат. Важно, конечно, что он должен получиться таким, как я хочу, но насколько он там будет для общества полезен или не полезен, это уже вторая важность. Ну, хорошо бы. У людей бизнеса, они обычно направлены на себя, то есть они находятся вот в этой самой культуре потребления. И они потребляют, 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 они никак не могут понять, что если что-то делается ради самого дела, ради процесса, что вот это вообще стоит делать. Зачем это стоит делать? Люди обычно очень плохо с этим переживают. И всегда, вот много веков, было принято всякие ритуалы, которые как бы расширяли сознание, то есть сесть, выпить алкоголь, сесть, покурить. На самом деле там вот в этой же самую же идее потока, что поток расширяет сознание, а вещества как бы сужают основное сознание, и тогда из этого суженого твое обычное сознание кажется расширенным. Поток, то есть вот когда команда что-то делает, они начинают делать как бы без слов, понимая друг друга. То есть вот у них такая реакция движений, они прям синхронизируются вместе, и тогда это общий поток. А если вот то, что ты говоришь, рапорт, это психология, то есть если взять и на упение, понимают, как два человека находятся в потоке, но это поток не творчество, это поток общения, когда два человека общаются, и они находят какую-то общую цель, интересы, или вместе что-то делают, они входят тоже в общий поток. Продолжение следует...